Микс Ньюс 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 Мы действительно сможем более точно, вот я тогда уже приглашу в студию, ну, виртуально по скайпу, и мы поговорим о том, что нас может ожидать летом, хотя бы какие-то фильмы действительно мы сможем посмотреть. Ну, а пока давайте с вами поздравим, я уже сегодня с утра говорил об этом, поздравим с юбилеем актрису, которую наверняка знают и любят многие, это Ума Турман. Ей сегодня исполнилось 50 лет, и судьба этой актрисы в самом деле напоминает «Американские горки», потому что какие-то провальные, проходные фильмы сопутствуют с очень такими яркими и действительно фильмами, которые остались в истории. Она сама по себе удивительная и внешне совершенно не напоминающая в типичных таких голливудских див актриса. И семья у нее такая же, вот нестандартная, необычная, в частности, ее отец Роберт Турман, это специалист по тибетскому буддизму, который был знаком с еще тогда молодым Далай-ламой, стал монахом. А в 67-м году решил отказаться от монашеского сана, который предполагал безбрачие, и женился. Женился он на модели шведско-немецкого происхождения с титулом баронессы Нене фон Шлебрюге. И вот в результате этого брака появилась на свет Ума Турман с довольно необычными чертами лица, с большими ступнями, которые, кстати, обыгрываются в некоторых фильмах. Ну и, собственно, в детстве она была действительно зажатой, очень неуклюжей девочкой, но она рано начала актерскую карьеру. Она снимается, по-моему, с 14 лет. Уже в 16 она сыграла в фильме «Необыкновенные приключения барона Мюнхгаузена». Это непонятный фильм не с Янковским, а картина Терри Гиллиама, которая в свое время произвела действительно фурор. Она появилась на экране практически обнаженной, напоминая картину Боттичелли. Ну и если вспоминать вот ее действительно за 36-летнюю карьеру фильмы, там были очень смелые роли, практически эротическая драма Генри и Джун. Она была героиней костюмного кино в фильмах «Опасные связи» и «Рубин Гуд». Она играла отрицательные роли, не боялась быть злодейкой из комиксов по прозвищу «Ядовитый плющ» в фильме «Бэтмен и Робин». Сыграла в очень неудачной, разруганной всеми картине «Мстители». Там она играла тоже супергероиню. Но, пожалуй, вот свои такие самые яркие роли она исполнила в фильмах Квентина Тарантино. Это роль Мия Уоллес в «Криминальном чтиве». Конечно, роль, от которой она в какой-то момент даже собиралась отказаться. Ну и это роль черной мамбы, она же невесты, в фильмах «Убить Билла» и «Убить Билла 2». Эти вот картины принадлежат руке, твердой руке Квентина Тарантино. И надо заметить, что с возрастом Ума Турман снималась все больше в таких, ну, проходных фильмах, мелодрамах. «Свадьба», «Моя супербывшая», «Случайный муж». Ну и, скорее, исключением вот из правил стали две картины Ларса фон Триера. Она сыграла в «Нимфоманке», причем многие считают ее такую короткую роль одним из лучших выступлений ее вообще на киноэкране. Ну и она также снова появилась у Ларса фон Триера в фильме «Дом, который построил Джекера», который рассказывал историю серийного убийцы. Я напомню, что вот в жизни, действительно, Ума Турман в личной жизни было очень много тоже таких неприятных моментов. Она совсем недавно только призналась, что, когда ей было 16 лет, ее практически изнасиловал актер, с которым она снималась в фильме, но она как бы не называет его имени. Она говорит о том, что была тоже в числе тех, кого домогался Харви Вайнштейн. В интервью газете «Нью-Йорк Таймс» она рассказала, что была объектом вожделения скандального продюсера. И, конечно, с одной стороны, благодаря Харви Вайнштейну появился фильм «Криминальное чтиво», и он очень много сделал для продвижения актрисы, но, с другой стороны, вот она не совсем, скажем, в положительном ключе вспоминает опыт сотрудничества с Харви Вайнштейном. Что касается Тарантино, там тоже были моменты, когда она разругалась, рассорилась с знаменитым режиссером. Собственно, это были съемки фильма «Убить Билла». Она сказала, что во время съемок она едва не погибла по вине Тарантино. Дело в том, что во время съемок сцены, когда черная мамба едет убивать Билла, машина была неисправна, и она очень просила посадить за руль этой машины дублера. Однако Квентин Тарантино стал говорить о том, что ему очень важны крупные планы актрисы, и буквально он заставил, вынудил ее сесть за руль, и в результате машина врезалась в пальму. Актриса получила серьезные травмы и, по-моему, долгое время даже лечилась, потому что пострадала у нее спина, там какое-то было смещение позвонков. И после этого она с Квентином Тарантино долгое время не разговаривала, но затем, в общем, как-то примирение произошло. Ну, судя по тому, что в фильме Тарантино «Однажды в Голливуде» сыграла дочка Умы Турман, Майя Хоук, ну, 21-летняя актриса сейчас делает такую достаточно успешную карьеру, и как модель, и как актриса. Ну, а если говорить о личной жизни Умы Турман, то первым мужем ее стал Гэри Олдман. Действительно, они были такой интересной парой, но Гэри Олдман весьма сложная фигура. У него непростой характер, очень вспыльчивый, очень бурный. Актер в то время сильно увлекался алкоголем, и это погубило его брак с Изабеллой Расселине, с Умой Турман. Ну, и замечу, что, в общем, после этого брака она снова нашла себе любовь на съемочной площадке по месту работы, вышла замуж за Итана Хоука. Они вместе снимались в 96-м году в триллере «Гатака». И, опять-таки, пять лет они провели вместе, и затем расстались. Но замечу, что вот третьего ребенка она родила в 2012 году, относительно недавно, от французского жениха, мультимиллионера Арпада Бюссона. С ним она, в общем, то расторгала, то заключала помовку. Там у них какие-то тоже сложные отношения. Ну, что касается Умы Турман, действительно, скорее всего, конечно, лучшие все ее роли, наверное, позади. Но, тем не менее, актриса продолжает сниматься. Сейчас она снималась недавно в сериале Нетфликса «Покои». Также анонсирован был новый проект с участием Умы Турман «Под чужим флагом». Это адаптация, такой ремейк израильской шпионской драмы. В американской версии он получил название «Подозрение». Но я, насколько знаю, вот, по-моему, еще не вышел этот фильм на экраны, поэтому будем его ждать. Ну, а что касается того, что действительно можно посмотреть на экранах, то в основном это получаются такие стриминговые сервисы, которые предлагают кино. И также, ну, приходится щелкать по телеканалам, искать какие-то сериалы, может быть, на телеэкранах. Ну, и, наверное, одним из таких самых обсуждаемых сериалов стал «Зулиха открывает глаза». В свое время я, когда брал интервью у Гузели Яхиной, которая написала одноименный роман, она как раз-таки рассказывала о том, что сам роман появился сначала как сценарий, она писала просто сценарий, представляя себе вот такой идеальный кастинг, представляя себе Чулпан Хаматову в главной роли молодой татарской женщины, которая замужем за мужчины гораздо старше ее, и подвергается она унижениям, побоям, поклепам своей свекрови. И затем, собственно, во время раскулачивания ее мужа убивают, ее саму ссылают в Сибирь, но, как ни странно, вот именно это несчастье становится ключиком к дальнейшим событиям, к ее такому раскрепощению, освобождению и новой любви. И вот роман, который создавался, я еще раз напомню, как именно сериал, в конце концов был после долгих, опять-таки, приключений, перенесен на экраны, и к этому времени, конечно, Чулпан Хаматова все-таки прошло достаточно большое время, с момента того, как роман задумывался, начинал создаваться и к моменту съемок. И вот многие отмечают, что, конечно, поразительно, как 44-летняя Чулпан Хаматова играет, ну вот, 16-летнюю практически девочку, девчонку, какой описывается у Гузель Яхиной в романе ее Зулииха. И удивительно, что этот сериал вызвал волны просто негодования и гнева, причем со всех сторон. Его, ну вот, скажем, российские патриоты, председатель партии коммунисты России, назвал, цитирую, плевком в лицо всему российскому народу. Сказал, что, значит, создатели сериала используют ложные факты с целью очернить историю. Ну и высказал мнение, что государство должно такие вещи просто запрещать. Замечу, что Захар Прилепин, в свою очередь, ну, критикуя сериал, тем не менее, к роману никаких претензий не имел, и наоборот, ему казалось, что достаточно это сильное произведение. Но он сказал, что сериал просто несколько огрубил первоисточник, и в результате вот появились тупые НКВДшники, которые с целью уничтожить человечество истребляют русских людей, или в данном случае татар, конец цитаты Прилепина. Также выступили против него сами татары, которые посчитали это поклёпом на татарский народ, изображение вот таких притеснений и чудовищных условий, в которых живёт вот героиня Чулпан Хаматовой. С другой стороны, в общем-то, ну, просто поразительно. Значит, он не понравился ни русским патриотам, ни татарским патриотам, ни, кстати, представителям ислама, которые нашли там тоже какие-то, значит, поклёпы и искажения религиозные. Ну, в результате Чулпан Хаматова действительно очень была расстроена. С другой стороны, мне кажется, что, знаете, это может быть даже лучшая реклама, потому что сериал сразу же стал каким-то обсуждаемым, дискутируемым. Я успел посмотреть только первую серию, поэтому вот, к сожалению, не могу к следующей нашей программе, надеюсь, я смогу более аргументированно уже высказать и своё собственное мнение, потому что пока не посмотрел весь сериал, конечно, очень сложно создать какое-то впечатление о нём, хотя мне действительно книга, ну, пока, во всяком случае, казалась более глубокой и более психологически такой достоверной. Ну, и ещё один сериал, который сейчас действительно обсуждают, и сериал, может быть, конечно, не уровня «Зулиха открывает глаза», скорее такой развлекательный, это проект Анны Николаевны. Его снимали по заказу вот «Кинопоиска». У них сейчас свой собственный сервис для просмотра и фильмов, и вот такого рода сериалов. И замечу, что здесь действительно сериал сделан с большим размахом, там в одну из главных ролей играет Сергей Гармаш, Инна Розанова появляется, ну, в достаточно крупной и большой роли, очень яркой, я бы сказал, украшающей весь сериал. Такие небольшие камео, такие роли сыграли там и Павел Деревянко, и другие вот известные очень российские актёры. Ну, и сама по себе идея очень смешная, действительно. Сериал рассказывает о том, как российскими учёными создаётся первый андроид полицейский, который имитирует, ну, вот молодую женщину. И, собственно говоря, испытания этого андроида происходят в провинциальном российском городе, где в курсе того, что вот им прислали андроида, только начальник вот этого регионального отделения полиции. Вот и играет Сергей Гармаш. Собственно, он вынужден всем остальным рассказывать легенду, что к ним приехала на стажировку дочь замминистра. И дальше, понятное дело, разворачивается целая серия комедийных ситуаций, в которые попадает робот, не понимая каких-то реалий специфических и российской жизни. Ну, и человеческих отношений. Выжимается по полной программе, очень всё смешно снято. Ну, опять-таки, в общем, сериал сейчас очень активно обсуждается и во всевозможных интернет-пространствах. Что касается, ну, вот последних действительно событий, которые происходят и которые вот сейчас действительно обсуждают будущим кинематографа, потому что действительно закрытие кинотеатров по всему миру привело к тому, что остановки кинопроизводства привело к тому, что не совсем понятно, что будет происходить в начале следующего года с премией «Оскар». И во всяком случае, американская киноакадемия пытается отреагировать на этот вызов. И сейчас официально утверждены новые правила, согласно которым из-за эпидемии фильмы, которые будут претендовать на премию «Оскар», им не обязательно, чтобы премьера этих фильмов состоялась в кинотеатрах. То есть на «Оскар» смогут претендовать все абсолютно картины, которые во время карантина показывались на стриминговых платформах. Правда, для этого, ну, вот упертые члены киноакадемии заявляют, что это временное решение, это правило будет действовать только на ближайший «Оскар» 2021 года. Именно потому, что, ну, такая сложилась чрезвычайная ситуация, что весь прокат, кинопрокат практически остановился. Ну, я напомню, что «Ирландец», «Рома», ряд там других фильмов, которые номинировались на «Оскар», это были там нетфликсовские фильмы, они специально, ну, устраивалось формальный такой показ их в кинотеатрах для того, чтобы соблюсти правила. Ну, вот сейчас этот бастион, можно сказать, пал, и сейчас можно будет на «Оскар» претендовать без того, чтобы фильм был показан вообще в кинотеатрах. Его покажут на стриминговых платформах, все, окей, теперь он может претендовать на «Оскар». Ну, там также изменили несколько номинаций, вот категории этих номинаций. Что касается вот проката, кинопроката прошлого года, то здесь тоже подвели итоги, и, ну вот, как говорится, подсчитали, прослезились, опубликован список самых упыточных кинокартин минувшего года. Возглавил этот список такой печальный антирейтинг картина «Люди Икс. Тёмный Феникс». Можно смело сказать, что, в принципе, картина провалилась, потому что она принесла финансовые потери в размере 133 миллионов долларов. Картина вышла с худшими показателями за всю историю франшизы, и, скорее всего, эту франшизу действительно закроют. На втором месте «Терминатор. Тёмные судьбы». Опять-таки, когда снимался этот фильм, его позиционировали как прямое продолжение первых двух «Терминаторов». Продюсером, но не режиссёром, там выступал Джеймс Камерон. Он, в общем-то, делал какие-то такие очень многозначительные обещания, что это будет фильм, действительно, выдержанный в классике первых двух картин. Но зритель своим рублём трудовым, ну или, точнее, долларом, показал, что картина ему неинтересна. Учитывая то, как всё-таки постарел за последние годы Арнольд Шварценеггер, постарел и Линда Гамильтон, и, я думаю, в принципе, вот сама франшиза «Терминатора» без участия Шварценеггера обличена на провал. Можно пытаться перезапустить, но, скорее всего, результаты будут ещё более жалкими и ничтожными. То есть вот то, что картина принесла убытки больше 120 миллионов долларов, скорее закрывает этот проект. Хотя то, что права вернулись к Джеймсу Камерону, я напомню, что он продавал в какой-то момент все права на «Терминатора», ну и все были в ожидании, что когда права вернутся, ну тогда-то мы увидим вот настоящего, действительно, вот как всё должно быть. Но ничего не помогло, и фильм провалился. Третья часть у фильма, который, я думал, что возглавит этот антирейтинг, «Многострадальные кошки». Кошки у нас тоже выходили. Я, честно говоря, вот поленился дойти до кинотеатра, посмотреть. Тем более, что я видел этот мюзикл в Лондоне на Вест-Энде и просто не хотел портить впечатление. Действительно, тот же самый постановщик, который снял «Отверженных». И, казалось бы, у него есть прекрасный опыт перенесения мюзикла с театральных подмостков на киноэкраны. Но, понимаете, вот в «Отверженных» там всё-таки действуют люди. Когда мы смотрим театральное представление, где люди изображают кошек, то там это всё воспринимается в театре на сцене как условность. В театре можно вообще мелом нарисовать декорации просто на полу и объяснить, что вот здесь проходит стена, и это будет действительно условность, которую хотя Ларс фон Трир в «Догвилле» пытался перенести тоже на киноэкраны. Но, очевидно, вот Ларсу фон Триру это удалось, удалось как-то поиграть со зрителем и подмигнуть ему и сказать, что это вот… Давай вот будем играть так, вот мы проведём линию мелом, и ты будешь считать, что это настоящая декорация. А вот что касается вот Топхупер, снявший кошек, он попытался при помощи компьютерной графики превратить, вот действительно сделать какой-то гибрид человека и кошки, и это получилось ужасно странно, но действительно жутко. И когда, простите, там актриса Джуди Дэнч задирает там ногу и начинает вылизывать себе причинное место, то просто от стыда хочется куда-то вот провалиться, и как-то это вот ну совсем не смотрится. «Гемини» – картина, которая вот на четвёртом месте, она принесла убытки 110 миллионов долларов. С одной стороны, жалко, потому что это был очень интересный эксперимент, попытка создавать вот такого цифрового актёра, молодого Уилла Смита, и я просто понимаю, что, очевидно, пока вот технологии, которые требуют больших очень затрат на создание цифрового актёра, и он не выглядит таким живым, естественным, натуральным, очевидно, они ставят пока крест на всех этих экспериментов, хотя, ну, фильм «Гемини» ну, достаточно был смотрибельный, достаточно зрелищный в меру, ну, я бы сказал, конечно, не идентификация Борна, но что-то вот в этом же духе с таким аттракционом два Уилла Смита по цене одного, то есть вы увидите молодую копию, молодую версию Уилла Смита, был, ну, любопытный, очень такой любопытный эксперимент, не говоря уже о том, что в Латвии у нас его показывали в Аймаксе, и причём там специальная была скорость показа, там количество кадров в секунду было, по-моему, 30 вместо 24, то есть это повышенная чёткость изображения, и это единственное место вообще в странах Балтии, вот у нас зал какой-то уникальный, где можно было его посмотреть, то есть всё так было очень и очень эффектно, но сам фильм провалился в прокате. Ну, и последнее, пятое место, потерянное звено, 100 миллионов долларов убытка. Что касается, ну, вот последних каких-то событий из уже светской хроники, очень печальная новость пришла из Индии, и там скончался в госпитале в Мумбаи актёр, который не только болливудский, индийский, но также он снимался много в Голливуде, Ирфанг Хан. Имя, может быть, его вам ничего не говорит, но те, кто смотрел, например, «Жизнь Пи», про мальчика, который оказался в лодке с тигром, вот как раз этот актёр Ирфанг Хан играл этого юношу в взрослом, в зрелые годы, где он рассказывает, начинает рассказывать эту историю. Этот же актёр снимался ещё в одном фильме, таком полуиндийском «Миллионер из трущоб». Он играл в картине «Нью-Йорк я люблю тебя», он появлялся в фильме «Мир юрского периода», в картине «Инферно». В общем, он очень много снимался, у него более 150 ролей в кино, ну и, к сожалению, судя по всему, он ушёл из жизни вот из-за редкой эндокринной опухоли, и проходил он лечение сначала в Лондоне, затем вот в Мумбаи, и его очень, ну действительно, вспоминают добрым словом в американских изданиях, потому что у него очень яркая, интересная, колоритная такая внешность, и он действительно был талантливым, интересным актёром. Ну а между тем, вот я упоминал «Терминатора», Арнольд Шварценеггер станет впервые дедушкой. Причём дедушкой его сделает другой актёр, Крис Пратт, причём это, я без шуток, это не в каком-то кино, а действительно реально. Его дочка, 30-летняя Кэтрин Шварценеггер, уже находится в интересном положении, и, в принципе, это уже не скрывается. Ну и, собственно, супругом Кэтрин Шварценеггер является Крис Пратт. Он очень популярный актёр, он снимался вот и в «Мире юрского периода», и в ряде других картин. Ну и замечу, что 72-летний Арнольд Шварценеггер, он многодетный одец, но дедом станет действительно впервые, в первый раз. Между тем, дочка Джонни Деппа, Лили Роуз Депп, которая снималась в фильме, например, «Король» с Тимоти Шаламе, и как раз на съёмках «Короля», это историческая драма, у неё с Тимоти Шаламе случился роман. И вот дочка Джонни Деппа сейчас объявила о расставании, больше они не вместе. Во всяком случае, вот Тимоти Шаламе действительно такой достаточно привлекательный молодой человек. Ну, многие, наверное, помнят и фильм «Дождливый день в Нью-Йорке», в Уди Алина, где он играл, и ряд других картин. Тимоти Шаламе до Лили Роуз Депп встречался с дочкой ещё более, может быть, знаменитой особой. Это была Лурдес Леон, дочка Мадонны. Вот такие у него девушки. Ну, и, наверное, последняя история, вот которой успею вам рассказать, это то, что появился действительно ещё один фильм, который на Нетфликсе, который вот очень советуют посмотреть. Это картина, которая в русской локализации называется «Тайлер Рейк. Операция по спасению», но вообще-то её оригинальный перевод – «Эвакуация». И это такой жёсткий боевик, который порадует, наверное, поклонников Джона Уика. Даже один из художников скомпоновал кадры из вот этого фильма «Тайлер Рейк. Операция по спасению» с Джоном Уиком, где скрестил таким образом вот Киану Ривза и исполнителя главной роли Криса Хемсфорта. Собственно говоря, даже можно сказать, что фильм даже больше похож на фильм «Рейд», если кто-то помнит. Это такой индонезийский был, очень действительно жёсткий фильм с боевыми искусствами и с очень жёсткими схватками, который, ну вот, начал эту, открыл эту тему ещё до Джона Уика. И, ну, собственно говоря, на этот фильм «Рейд» очень и очень похож новый фильм Нетфликса. Если говорить о сюжете, это главным героем является австралийский наёмник, суровый, харизматичный, который медитирует под водой, который там разводит у себя там кур, условно говоря, на ранчо, но однажды получает очень важный заказ выручить похищенного сына влиятельного наркобарона, которого похитили другие наркодельцы. Ну и, собственно говоря, попытавшись освободить этого мальчика, действие вот происходит в городе, который полностью контролируется наркоторговцами. И практически всё население города, город оказывается в локауте, полностью изолированным, и герою Криса Хемсфорта придётся выбираться из этого города с мальчиком, преодолевая всевозможные препятствия, причём верить нельзя никому, обращаться за помощью нельзя никому, весь город против них. Вот это история, где действительно очень яркая хореография поединков, где снято всё без монтажных склеек, то есть это тот случай, когда, ну, знаете, вот бывает, когда актёров снимают буквально по маленьким кусочкам, и даже если актёр, ну, скажем так, не шибко владеет там карате, и прочими приёмами борьбы, тем не менее его обучают, ну, вот каким-то нескольким простым движением, и затем вот в нарезке стыкуют там с какими-то другими экшн-сценами, в результате получается такая хаотичная, очень мозаика рук-ног мелькающих, и создаётся иллюзия, что действительно герой, вот главный герой, такой супермен. Здесь же вот многих восхищало именно то, что очень длинные, длинными планами без склеек снятые драки показывают действительно Криса Хемсфорта, ну, действительно, как такого очень подкованного и физически, и спортивного телосложения, в общем, такой, ну, условно говоря, неубиваемый мужик, который классно дерётся. Во-вторых, здесь очень интересен сам эффект присутствия, потому что мы видим все эти трущобные лабиринты, все эти специально заблокированные автомобильные пробки, которые создаются, чтобы затруднить передвижение вот главных героев. И всё это, ну, такой вот создает клаустрофобический эффект замкнутого пространства. Ну, и, в общем, фильм хвалят, как один из таких, скажем, проектов Нетфликса, который, я думаю, конечно, на большом экране он, может быть, смотрелся бы ещё более круто, но, тем не менее, у многих из нас дома есть телевизоры с большим экраном, и будем надеяться, что получите удовольствие. В общем, дал советы, что мог, рассказал про кино. Мы с вами встретимся на следующей неделе. Надеюсь, к этому времени поймаю кого-нибудь из интересных гостей, и которые смогут тоже рассказать вам о кино много нового. Всего доброго, до свидания. Олег Пекабал в студии.